В эфире информационная программа «День города» в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! О самых важных и ярких событиях первого рабочего дня и прошедших выходных вам расскажут мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город». Сегодня в выпуске. Трагедия в Кемерово заставила задуматься, насколько безопасны торгово-развлекательные центры Рязани. Где получить высшее образование? Рязанские вузы провели день открытых дверей. Открой рот, в библиотеке имени Горького пройдет чемпионат по чтению вслух. Страшная трагедия произошла в воскресенье 25 марта в Кемерово. В результате пожара, который произошел в одном из торгово-развлекательных центров города, по последней информации погибло 64 человека и около 50 пострадали. Возгорание произошло на четвертом этаже торгового центра, где располагались несколько кинозалов, детские игровые площадки с аттракционами и контактный зоопарк. Число жертв с каждым часом увеличивалось. Если в первых сообщениях на новостных сайтах упоминалось 4 погибших, то сейчас их число выросло до 64. Следователи возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям, а именно причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Они допросили и задержали четверых человек, в том числе руководителя управляющей компании, которая обслуживала торговый центр. В связи с трагедией в Кемерово прокуратурой Рязанской области организована проверка исполнения противопожарного законодательства на крупных объектах, торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, организациях основного и дополнительного образования. В ходе проверки с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов предстоит выяснить соблюдение требований пожарной безопасности посетителей объектов. При этом прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие работоспособной систем сигнализации и пожаротушения. По фактам выявленных нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на реальное устранение. Соболезнование жителям Кемерово направил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Информация об этом появилась на сайте Рязанского правительства. В телеграме он отметил, что Рязанская область готова помочь в устранении последствий трагедии и реабилитации пострадавших. Коллектив нашей телекомпании и все рязанцы также приносят свои искренние соболезнования семьям погибших. Пассажиры маршрутного такси засняли на камеры телефонов хулиганские действия неизвестных лиц в салоне. Ролик был размещен в пятницу 23 марта в социальных сетях и интернет-СМИ. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД России Паризанской области совместно с коллегами из Управления уголовного розыска и отдела МВД России по железнодорожному району по факту появления информации в сети интернет осуществили проверку. Было установлено, что 22 марта трое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, зашли в маршрутное такси, следовавшее по маршруту номер 41. Не оплатили проезд, стали громко петь песни, раскачивать автобус и конфликтовать с пассажирами, которые делали им замечания. При подъезде к остановке общественного транспорта один из мужчин беспричинно стал наносить удары по крыше автобуса и прикрепленному к панели телевизору кастетом. Затем, разбив стекло двери, он вместе с сообщниками вышел из автобуса и скрылся с места преступления. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности и задержали трех жителей Рязани, участвовавших в хулиганских действиях. В чем причина у вас такого поведения в маршрутном такси? Произошла конфликтная ситуация. Мы были с товарищем, холодным юрем, в алкогольном обвинении и отреагировали агрессивно. Вы понимали, что там находятся женщины, дети, общественное место все-таки? Да. Признаете вину в суде? Да, признаю полностью вину. В отношении неоднократно судимого 30-летнего мужчины отделом дознания ОМВД России по железнодорожному району города Рязани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, на транспорте общественного пользования. Санкции данной статьи предусматривают максимальные наказания в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. На двух знакомых задержанного 27 лет составлены административные протоколы за совершение мелкого хулиганства. Для них термодинамика и молекулярная физика – это не главы в учебнике, а реальные практические задачи. 24 марта в Рязанском государственном радиотехническом университете прошла седьмая межрегиональная физико-математическая студенческая олимпиада имени Шупа. За звание лучших боролись сильнейшие технические вузы страны. В аудиториях Рязанского государственного радиотехнического университета 160 студентов и курсантов высших учебных заведений. Молодые люди и девушки приехали из 12 регионов России. Среди них представители Калмыкии, Твери, Самары, Обнинска. Они хотят сразиться в одной из крупнейших рязанских олимпиад, проверить свои знания в области физики и математики. Побудил участвовать в тяге знаний. Решал различные задачи с различных других олимпиад. Вот тем самым осуществлял поготовку. Ежедневно после обеда решал задачи много вариантов прошлых годов олимпиад. Занимались в кружке каждую неделю. За четыре часа участникам седьмой межрегиональной физико-математической студенческой олимпиады предстоит решить 13 задач. Среди них есть как задания с повышенной сложностью, так и нестандартные, требующие творческого подхода. Олимпиаду важно проводить для того, чтобы ребята, которые проявляют способности, ну в данном случае в области математики, они могли бы себя реализовать. Они могли бы реализовать, раскрыть свои способности, ну а дальше, чтобы они были замечены. Потому что те, кто в этих олимпиадах участвуют, те, кто добиваются результатов, дальше в жизни они, конечно, тоже востребованы очень. Поэтому мы стараемся создать возможности, чтобы эти ребята реализовали себя в дальнейшем. Олимпиада проходит в личном и командном зачетах в двух номинациях. Студенты первого курса и студенты со второго по пятый курсы, включая магистров. Свои команды выставили сильнейшие технические вузы России. Поэтому результат предсказать практически невозможно. Победителем прошлого года стал студент первого курса Рязанского государственного радиотехнического университета. Ван Тин родом из Вьетнама и по-русски говорит с трудом. Но это не помешало ему находить правильные математические решения. Я тоже смотрю формулы, задачи в интернете. Математика – это мой хобби. Сейчас экспертная комиссия обрабатывает результаты. Победители станут известны в течение недели. Стоит отметить, что Рязанская олимпиада является вторым туром Всероссийской студенческой олимпиады, заключительный этап которой пройдет в сентябре в Ярославле. Мы сотрудничаем с 2007 года. После того, как они первый раз к нам приехали, и мы обмениваемся опытом. Я каждый год почти приезжаю и наблюдаем. У них уровень все растет и растет, и примерно так же, как у нас проходит. Я надеюсь, что это перейдет к Рязани, к Рязанскому радиотехническому университету. Я очень надеюсь. Я даже об этом писала в министерство. Участники, показавшие наилучший результат, станут претендентами на премию имени Георгия Николаевича Шупе, ученого с мировым именем. Заслуженный деятель науки и техники России, он также является основателем специальности физическая электроника в Рязанском государственном радиотехническом университете. Около 30 лет Георгий Шупе преподавал в УЗИ. За это время он подготовил более 50 кандидатов и докторов наук. А теперь его имя вдохновляет студентов на решение сложных физико-математических задач. 30 марта в библиотеке имени Горького пройдет чемпионат по чтению вслух «Открой рот». В чем суть этого состязания и как принять в нем участие, нам рассказали сотрудники библиотеки. Чемпионат «Открой рот» является межрегиональным. На протяжении нескольких лет он проходит во многих городах России. У нас же в Рязани в этом году он пройдет во второй раз. Чемпионат заключается в том, что участники будут выбирать книгу, которая запечатана. То есть они не будут знать ни автора, ни текст этой книги, а открывать ее на нужной странице, которую подготовят организаторы и читать. Задача участников чемпионата – прочитать текст грамотно и артистично. В отборочном туре состоится три раунда, на которых предстоит прочесть отрывки из произведений современной прозы. Те, кто доберется до финала, будут читать стихи Андрея Вознесенского. Финальный раунд во всех городах участников чемпионата посвящается 85-летию со дня рождения поэтам. Главная цель данного чемпионата – привлечь людей к чтению и открыть для них новых авторов. Выбранные в этом году авторами – это книги, написанные современными авторами, которые стали победителями премии «Ясная поляна». Все достаточно интересно. Многие современных авторов не знают, не читают. Это такое открытие для участников. Для того, чтобы принять участие в чемпионате, необходимо оставить заявку в группе ВКонтакте «Открой рот» или же просто позвонить в библиотеку. Победитель чемпионата, который состоится 30 марта в Рязани в библиотеке имени Горького, получит приз от главного в этом сезоне партнера – литературной премии «Ясная поляна» и право представить свой город на финале конференции чемпионата. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В 2004 году в Рязанский медицинский университет было подано свыше 4000 заявок на обучение. Однако со временем вуз развивался, увеличилось количество кафедр и выросло не одно поколение выпускников. В настоящий момент таких заявок уже больше 8 тысяч. О плюсах обучения в Рязанском медицинском университете расскажет Валерий Седов. 24 марта в Рязанском медицинском университете имени Павлова прошел день открытых дверей. Свободного места в актовом зале не осталось. Оно и понятно – медицинский университет выпускает высококвалифицированные и подготовленные кадры. Рязанский мединститут очень важен на территории Рязанской области, поскольку он полностью перекрывает потребность в медицинских кадрах, которые имеются на территории региона. Кадры всегда – это высококвалифицированные медицинские кадры, которые работают в более 70 организациях на территории Рязанской области. И поэтому, наоборот, нам повезло, что у нас есть свой медицинский университет, где мы можем очень быстро подготовить профессиональные кадры там, где они нужны. На дне открытых дверей будущие абитуриенты могли задать любой интересующий их вопрос ректора университета. По словам Романа Калинина, программа всегда подготавливается с учетом всех важных тем для родителей и их детей. Однако вопросы всегда остаются. Чаще всего они касаются специальностей, проходных баллов и общежития. Родители доверяют и видят будущее своих детей, связанное именно с работой в системе практического здравоохранения. Различных специальностей не только лечебного дела, но и медико-профилактического мотологии, фармации, клинической психологии, нашей родственной практической специальности. И это важно. Поэтому я думаю, что эта тенденция, она останется. Потому что медицинские вузы, системы Министерства здравоохранения Российской Федерации дают очень высокое качество образования. А, конечно, и родители абитуриента прежде всего хотят, чтобы диплом, который получил выпускник, он был достойным и востребованным. А вот это вот все есть. В день открытых дверей для будущих абитуриентов устраивают экскурсии по всем учебным зданиям Медицинского университета. Одно из необычных нововведений этого года – медкоины. Это небольшие монеты, которые можно получить на разных точках экскурсии, правильно ответив на вопросы гида. Выигранные монеты можно обменять на призы символика Медицинского университета. С таким интерактивом, по словам ректора, экскурсия запомнится надолго. В целом, именно так и можно описать обучение вузе – современно, четко и грамотно. А выпускников – специалистами своего дела. 24 марта в торговом центре «Барс» на Московском стартовала «Неделя кожи». Началось у нас открытие выставки изделий из этого материала, а продолжилось веселым праздником и грандиозными скидками на кожаные изделия, которые будут действовать на протяжении этой недели. Подробности далее. Вот уже в 14-й раз в нашем городе прошел конкурс «Волшебный мир кожи». В этом году в нем приняли участие более тысячи человек, которые предоставили свыше 900 творческих работ из натуральной кожи. Украшения, предметы интерьера, невероятные картины и даже кожаные копии архитектурных памятников Рязани. В создании оригинальных поделок соревновались дети в возрасте от 2 до 15 лет и взрослые. Среди участников – воспитанники детских садов, школ, интернатов, учащиеся общеобразовательных учреждений, их преподаватели и свободные художники. Выставка работы открылась в торговом центре «Барс» на Московском в субботу 24 марта, а 25 числа там же состоялся большой праздник для детей и взрослых. На нем малыши с удовольствием принимали участие в подвижных конкурсах и выигрывали сладкие призы. Ну а более усидчивые гости праздника приняли участие в мастер-классах. Самые маленькие цветной глазурью разукрашивали сладкие коржики, а ребята постарше и взрослые предпочли принять участие в мастер-классе по изготовлению изделий из натуральной кожи. Мне больше нравится творческая работа. Я вообще творческий человек, очень люблю делать всякие поделки, а это прям вот за работа с кожей мне очень нравится. Мастер-класс провела Зоя Бондаренко, дизайнер по коже. За два часа под ее чутким руководством участникам предстояло сделать заколку и кулон-подвеску. По словам мастера, главная особенность работы с кожей в том, что этот материал не прощает ошибок. Однако с заданиями мастер-класса сможет справиться каждый. Такую заколочку мы можем изготовить без особых навыков. То есть нужно уметь держать в руках ножницы, тюбик с клеем и основа для заколок. Больше нам ничего не нужно. Ну, кожа, конечно. Для гостей праздника было подготовлено множество сюрпризов. Среди них абсолютно бесплатный аквагрим, зажигательное выступление танцоров и шоу мыльных пузырей. Неделя кожи в торговом центре «Барс» на Московском продлится до 31 марта. На протяжении этого времени с часу дня и до 9 вечера на первом этаже будет открыта для бесплатного посещения выставка «Волшебный мир кожи». Кроме того, посетители смогут приобрести в магазинах-партнерах торгового центра кожаные изделия со скидками от 10 до 30%. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну, а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok